Кавказ, там, чеченцев, что мы прям у себя дома храним эти головы, очень любим там их отрезать и прочее. Это вот сейчас как раз-таки голова человека лежит в музее, в музее! Савап Кадыров получил золотую медаль имени Игоря Курчатова. И если когда-нибудь будет учреждена медаль за самый крутой развод Кадырова, я хочу в этом поучаствовать. Мне кажется, у меня есть шанс на то, чтобы выиграть, но пока, во всяком случае, про Муцарай в расследовании видел, есть что прокомментировать. Ничего не могу по этому сказать. Это, видите, это не совсем расследование, это все-таки чье-то мнение. Волан де Тумсо, ассаламу алейкум, брат, машалла, выглядишь на миллион сток. Валейкум ассаляму, рамка баракату. Савап Тумсо, я как гражданин Чараи, не могу смотреть спокойно, как погибают по 500 моих сограждан каждый день. Надо, чтобы дохли по 5000 этих итеревских лизоблюдов каждый час, ибо не так. Так, немецкий солдат. Брат, не боишься, если осел нян забьет тебе стрелку один на один и позовет таких фруктов, как дибир и группа разъединенных дагов, которым ты нанес психотравму имам Шамиль или ты с Хасана будешь? Я бы с удовольствием, наоборот, пообщался со слонянами, а говорю, я бы ему рассказывал то, что так угодно его душево услышать про вот эти головы отрезанные. Он, наверное, так представляет себе Кавказ, чеченцев, что мы прям у себя дома храним эти головы, очень любим их отрезать и прочее. Я не знаю, откуда он это взял, но раз он так хочет так думать, я бы ему понакидал бы таких историй, повыдумывал бы. Я уверен, что ему очень не хочется слышать про голову Хаджи Мурата, находящуюся в музее антропологии в Санкт-Петербурге в 21 веке. Он в этом своем разговоре, он говорит же, типа, и это происходит не когда-то там в средние века, а сейчас. Это вот сейчас как раз-таки голова человека лежит в музее, в музее, не в склепе в каком-нибудь там на кладбище, не похоронено где-то. В музее лежит голова, в культурной столице, культурной страны. И эти люди нам пытаются давать какую-то оценку, нам пытаются рассуждать про наши устои, там, дикие мы, недикие, жестокость. Я сам отношусь критично ко многим вещам, там, вот этот культ силы, то, что у нас там всяких бойцов и прочих культивирует. Я тоже это знаю, мне это неприятно, я понимаю, что с этим нужно работать. Но, во-первых, я бы мычала, первый вопрос, когда у тебя в музее лежит голова, ты как ты можешь вообще в эту сторону смотреть и о чем-то говорить? И второе, ну, это вещи, которые происходят сегодня, когда Кавказ находится под российской оккупацией. За это ответственность несут не чеченцы там или кавказцы, за это сегодня ответственность несет Кремль. Вы не можете предъявить это нам? Вы могли бы это нам предъявлять, если бы мы, будучи свободным, независимым государством, у нас что-то подобное происходило, культ силы там и так далее. И опять-таки, это наши вопросы. То, что образование нужно поднимать, то, что нужно всячески делать упор на это. С этим никто не спорит, и мы должны этим заниматься. Но такая явная ложь, когда человек либо просто не имеет вообще никакого понятия о Кавказе, либо, имея это понятие, просто из-за своей ненависти к нам, такую ложь возводит, что у нас там чуть ли место здрасте практически, мы там друг другу режем головы. Откуда эта информация? На какие источники этот человек опирается? Что это за... Если от него потребовать какие-то пруфы про отрезанные головы, он приведет какие-то военные архивы, типа Тухчара, допустим, там в Дагестане, то, что произошло отрезание голов пленным этим российским солдатам. Солдатам. Опять, это тоже важный момент. Ну и еще какие-то, возможно, тоже какие-то архивные материалы. Это были опять-таки из событий, ну, короче, материалы войны. То есть, во время войны, когда опять-таки были какие-то проявления жестокости. Это все, что он сможет привести. И как можно из-за этого сделать вывод, что там чуть ли вместо здрасте режут друг другу голову, это вот, это у них так принято. Такая мерзкая ложь. За что убили Идилова? Кадыров не хочет нам рассказывать про убийство Идилова. Молчит. Я, кстати, Кадыров, хочу тебе... Каждый эфир, наверное, тебе буду об этом напоминать. Я тебя не оставлю в покое. Расскажи нам все-таки про убийство Идилова. Про истинную причину убийства Идилова. Расскажи нам, что стряслось с Эльханом Сулеймановым. Беспокоятся люди, спрашивают, что там с ним, где, как он. Расскажи, пожалуйста, успокой людей. Он что-то не выходит на связь с октября, с конца октября 22-го года. Как в воду канул человек. Жил себе, был государственным чиновником, активно вел свои соцсети. Параллельно какую-то свою научную деятельность вел. Он же онколог, может быть, даже хороший. Я не знаю, его профессиональные качества, как врача, не могу оценивать. Пусть этим занимаются врачи. Но человек как-то жил какой-то очень активной такой жизнью. А потом бац! Конец октября 22-го просто пропадает, как в воду. Бывает человек канул, просто нет его. Все беспокоятся, всем интересно. Расскажи нам, Кадыров. Про Идилова расскажи, про Сулейманова расскажи. От Кадырова не дождешься ты, расскажи. Говорит, нет, это будет неправильно. Мы должны дождаться объяснения от Кадырова. Почему ты сказал, что Осетия всегда была частью Кавказа? Это же вроде иранские беженцы. Потому что Осетия всегда была частью Кавказа. Осетины являются кавказскими автохтонами. Никакие они не беженцы. Ваша какая-то неприязнь к кому-либо, она не должна подталкивать вас к явной лжи. Чтобы кого-то не любить для этого, не обязательно делать его не кавказцем. Не любите его, признавая, что он кавказец. Только не говори, что армяне автохтонные кавказцы. Я никогда такого и не говорил. Более того, он ослонян даже, как я понимаю, вообще не ассоциирует себя с Кавказом. В целом, я такого никогда не говорил. То, что осетины, это кавказские автохтоны, это... Ну, посмотрите их, ДНК-проект. Просто больше ничего не надо. Савап Кадыров получил золотую медаль имени Игоря Курчатова. Она вручается за выдающиеся заслуги в развитии ядерной физики и ядерной энергетики. Это одна из самых значимых наград Российской Академии Наук. Я видел эту новость. Представим, Тумсо, Москва до сих пор держала в секрете фигуру выдающегося физика-ядерщика России. Это, конечно, смешная награда. Но если когда-нибудь будет учреждена медаль за самый крутой развод Кадырова, я хочу в этом поучаствовать. Мне кажется, у меня есть шанс на то, чтобы выиграть. Но пока, во всяком случае, я так понимаю, мы с Хасаном будем только конкурировать в этом вопросе. Кто его знает, может дальше еще появится. В общем, я бы хотел поучаствовать в этом конкурсе. Тумсо, я думал, после развода Кадырова ты отключишь донаты. Если я их отключу, вы не сможете в эфир писать сообщения. Поэтому я, конечно, не буду их отключать. На какие средства ты живешь, говорит? Где-то работаешь, как проводишь день. Где-то работаю. Так и провожу свой день. Где-то работаю. У меня очень хорошая работа. Я наших врагов наказываю. Саном, как у меня в шлахуцетвал спрашивает, почему ты не укорачиваешь, говорит, еще не укорачиваешь усы. Чувак, Кадыров задрал там одно время нас всех, когда ходил с линейкой и мерил наши усы. Оставьте усы в покое. Кто хочет, их убирает полностью. Кто хочет, не полностью. Кто-то вообще хочет, носит их длинными. Оставьте людей. Не напрягайте. Если он в соответствии с исламом выглядит, то есть укорачивает их, не отпускает их вместе с бородой, все, никаких вопросов к нему нет. А то, как он это делает, сколько миллиметров он оставляет, зачем вы этим занимаетесь? Не копаетесь. Я с русского города Харьков. Русский город Харьков. Скажи об этом украинцам. Зачем вы лезете к нам в Украину? Большинство украинцев хотят жить в России. И это справедливо. Вы одну войну развязали у себя и к нам лезете. Пошли вон отсюда. Ты к кому обращаешься, Анатолий? Мы к вам не лезем. К вам лезут российские войска. Если, как вы говорите, вы хотите жить с Россией, то вы бы просто не сопротивлялись. А в Харькове было очень серьезное сопротивление. Значит, харьковчане в своем подавляющем большинстве вот это вот стремление жить с Россией, твое стремление не разделяют. Про Муцарай в расследовании видел? Есть что прокомментировать? Ничего не могу поэтому сказать. Это, видите, это не совсем расследование. Это все-таки чье-то мнение. То есть, каких-то доказательств и там приведено не было, чтобы на что-то можно было опираться. Поэтому, да, это в целом какая-то версия, которая давно витает в воздухе. Но если подойти к этому с точки зрения ислама, шариата, то очень многое из того, что там сказано, требует своего какого-то обоснования, то есть каких-то доказательств. Я абсолютно не являюсь защитником Муцарайова, более того, сам во многом согласен с многими тезисами. Но только с теми, которые обоснованы, то есть конкретно доказуемы. А те вещи, работа на спецслужбы и так далее, которые требуют доказательств. В этих вопросах я лично не буду выходить с такими обвинениями. Но это не значит, что там у тех людей, кто является автором, допустим, этого обвинения, это не значит, что у них нет таких доводов. Может быть, они кого-то опрашивали, может быть, у них есть какие-то люди, тайно свидетельствовавшие об этом, да, то есть публично и не могут, но может быть, они тайно это делали. Поэтому я ничего по поводу самого обвинения сказать не могу, но я никак это, многое из того, что там сказано, никак не могу подтвердить. Я могу лишь говорить то, о чем мы все знаем, и то, что неопривержимо, и в принципе они сами это никак не опривергают, это то, что человек вернулся, то, что он и так делал заявление, то, что он там по вероубеждению, он с ними абсолютно схож, он является для них братом. Вот эти моменты, то, что он вернулся, это неоспоримо. А вот именно конкретная работа, это как, знаете, вот в случае с имамом Шамилем, это не значит, что я сейчас параллель между ними провожу и уравняю их ни в коем случае, но я имею в виду, что там, видите, есть факт сдачи, да, вот он как бы сдался, но далее идут обвинения, что имам Шамиль там что-то помогал против кавказцев бороться, там инструкции давал, но на это нет никаких доказательств. Поэтому мы не принимаем, то есть факт его сдачи неопривержим, приняли, но то, что он дальше помогал бороться со своими братьями, там с кавказцами, мы это не принимаем. Также и здесь факт того, что он, ну, можно, наверное, это тоже назвать сдачей, то, что он, значит, пришел к ним, это факт, он есть, но вот далее, что он именно как бы работу проводит против, вот это уже требует доказательства. Все, иншаллах, увидимся с вами в следующее воскресенье, если будет на то воля Всевышнего Аллаха, а пока берегите себя и своих близких, берегите головы. Субтитры подогнал Игорь Негода